В рамках проекта «Новое гуманитарное знание» президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил перевести на казахский язык 100 лучших учебников мира. Как говорится в программной статье главы государства, реализация проекта позволит создать условия для полноценного образования студентов по многим общественным наукам. Еще одним важным проектом является поэтапный переход казахского языка на латиницу. О предстоящих изменениях свое мнение высказали ученые Карагандинского государственного университета имени Букетова. История графики казахского языка имеет глубокие корни. В 1929 году уже в Советской Республике было принято постановление о введении нового латинизированного алфавита. Он официально использовался с 1929 по 1940 годы, после чего был заменен кириллицей. Сегодня переход казахского языка на латинский алфавит – это одна из задач, поставленных президентом страны. Что нам даст латинский алфавит? Латинский алфавит мы принимаем как письмо, которое объединит весь тюркский народ. Нам будет легче, если казахские буквы будут написаны на латинском. Особенно легче будет изучать казахский язык для других национальностей. По мнению политологов, переход на латинскую графику имеет большое значение для мировой интеграции. Можно сказать, что мы 25 лет ждали эту идею, которую рассказал наш глава государства. Чтобы быть государством, нужно знать свои корни, свою историю. Без этого ни одно государство не сможет дальше развиваться. Если мы хотим быть вечным государством, то для нас этот переход будет важным событием. До конца нынешнего года с помощью ученых и широкой общественности будет принят единый стандартный вариант казахского алфавита в новой графике. А со следующего года начнется подготовка кадров для преподавания нового алфавита и подготовка учебников для средней школы. Андрей Тенес, Ламбек Успана, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.